Семь фур по 20 тонн. Каждая укомплектована самым необходимым. Продукты питания, хлеб, крупы, также гигиенические товары. С минуты на минуту колонна отправится прямиком в Ростовскую область. Свой вклад внес практически каждый ульяновец. От бизнесменов до пенсионеров. Даже совсем юные ребята приходили в пункты сбора гуманитарной помощи. Приносили свои собственные игрушки. Мы изначально планировали отправить шесть фур, но мы понимали, что гуманитарной помощи у нас хватит еще на целую фур, то есть еще плюс 20 тонн. И мы все-таки постарались все быстренько оформить, для того, чтобы мы сегодня все благополучно смогли отправить. Точка отправления – площадь перед старым железнодорожным вокзалом. Именно здесь – Великую Отечественную войну. Матери и жены провожали своих мужчин на поля сражений. Сюда же в 45-м приезжали поезда с героями. Сегодня площадь вновь полна людей. Губернатор Алексей Русских, который лично пришел проводить первый эшелон добра, подчеркнул сочувствие и сострадание в крови у каждого ульяновца. Уверен, что в самое ближайшее время мы будем оказывать помощь не воюющим регионам Донбасса, а донбасским республикам, которые ведут восстановительную работу. Я уверен, что скоро полную мощь заработают все промышленные предприятия этого региона. А на разминированные поля выйдут трактора и комбайны. Напутственные слова сказаны. Водители на местах. Ценный груз отправляется в путь. С Ростовской области в Луганск и Донбасс, где помощь уже ждут. Дарья Пикус, взяв ребенка в охапку, уехала в Россию, оказалась в Ульяновске. Дома у нее осталось мама и сестры. Благодаря оказанной поддержке девушка спокойно ее семье помогут. Спасибо за то, что просто нам дали спасти своих детей. Чтобы дети наши не слышали всего того, что происходит сейчас у нас дома. Это длится уже 8 лет и уже просто надоело. И хочется какого-то мира, хочется, чтобы мы уже могли нормально выйти на улицу. И не думать, что у нас там комендантский час, не думать, что у нас кто-то может на нас снова напасть. Ульяновская область приняла почти 700 человек из Донецка и Луганска. В пунктах гуманитарной помощи телефоны разрываются от звонков вплоть до поздней ночи. Вещей и продовольствия настолько много, что на этой неделе открыт еще один благотворительный пункт на улице Лева Толстого. И поверьте, туда идут сотни людей. Люди с разными взглядами, с разными политическими предпочтениями. Но нас сегодня объединяет одно – оказать помощь близкому, дорогому, братскому народу. Поддержку своих товарищей в первой половине дня активисты общественной организации «Боевое братство» промчались по улицам города. На каждой машине буква «З» как символ спецоперации на Украине. Маршрут начали с площади 30-летия Победы. Дальше – на север. Оттуда – в Засвияжье и Киндяковку. Сейчас самый период такой, когда нам нужно объединиться, когда нужно держаться друг за друга, быть в единстве, стараться не отдаляться друг от друга, забыть про все болезни. Словами не передать, насколько это важно, потому что насколько вам близки ваши родственники, ваши братья, ваши сестры. И там наши братья. Помимо помощи моральной ветераны подключились и к помощи гуманитарной. Сегодня вот ребята просят, это сумки большие, потому что вещей надарили уже много, а их надо складывать. Кто-то дальше едет, вот было обращение помочь переправиться в Челябинск. Мама одна обратилась, 8-летнего ребенка. Ребенок в 21-м году попал в аварию. Поддержка будет оказана и в будущем. В случае необходимости Ульяновская область вновь готова распахнуть свои двери для наших товарищей из Донецкой и Луганской народных республик. Александра Никитина, Данил Сурков, Управда ТВ.